Есть хорошая примета, когда что-то очень важное делаешь и пошел дождь, это к деньгам. У меня сейчас бегут мурашки по ногам, потому что я даже прям чувствую, насколько мощный получится этот урок, этот мастер-класс для вас, потому что прямо сейчас светит солнце, идет дождь, и я вам расскажу, как сбывать мечты. Многие люди думают, что сбывать мечты могут какие-то особенные люди, которые обладают какими-то сверхспособностями, возможно, имеют кучу денег, либо богатых родителей, может быть, богатого мужа, а может быть, им просто повезло. Но на самом деле я сегодня вам раскрою секреты, как сбывать мечты может абсолютно любой человек. И вне зависимости, где он родился, в каких условиях, в какой стране живет, главное, чтобы вы понимали, сбывать мечты – это такой же навык, это точно так же, как и, например, сделать себе красивое тело. Поэтому, если вы хотите обладать этой темой, я сегодня расскажу вам фишки, секреты, лайфхаки, которые работают не только у меня, которые я повзаимствовала, которым я научилась у очень известных, популярных, богатых людей мира, потому что этому навыку стоит еще и учиться. Ведь мы, когда хотим обрести какую-то профессию, мы же не просто берем и делаем, мы идем на курсы, либо идем получать образование в институт, мы учимся, а потом уже применяем это на практике, и только так это становится нашей реальностью. С мечтами все точно так же. Такая технология один в один. Сначала мы понимаем, что мы должны делать, как мы должны делать, потом мы применяем эти знания на практике, внедряем в жизнь, и с каждым разом, с каждой новой попыткой, с каждым новым действием мы усиливаем свои результаты. И потом наша жизнь превращается вот в такую красивую картинку, которую вы сегодня видите. И я хочу сказать, что все люди, которые смотрят этот видеоурок, этот мастер-класс, уже даже через вот эту энергетику и то, что вы выбрали меня и перенять мой опыт, вы уже на частичку приблизились к своим мечтам. Как всегда возникает вопрос, с чего же начать, с чего же начинается тема «Как сбывать мечты». Ну, конечно же, начинается она с того, что это мечта, идея, мысль поселяется в нашу голову. И если многие говорят, для того, чтобы мечта сбылась, ее нужно превратить в цель, то я не всегда с этой фразой согласна. Потому что цель – это уже что-то на амбициозном, это уже что-то такое хваткое, когда вы должны уже действовать, когда вы должны применять какие-то, не знаю, силы, инструменты, навыки, кого-то подключать. То есть цель – это что-то такое, но если грубо сказать, агрессивное, это какие-то действия. А мечта может осуществляться в два счета. Нам не всегда даже нужно для этого прикладывать какие-то усилия. Иногда даже достаточно просто правильно подумать, правильно помечтать, правильно пропустить через свое тело эту мечту. И тогда это сбывается вообще все в легкости. И именно сегодня я вам буду давать такие инструменты. Здесь наша тема сегодня не про то, что подними жопу с дивана и иди действуй. Хотя это тоже иногда нужно. Но смысл в том, что моя задача вам передать, что все начинается с нашей головы. Потому что я опытный коуч и знаю, что многие клиенты мои, когда ко мне приходят, они просто не умеют мечтать. Они разучились мечтать. Либо они, может быть, родились в такой семье, где это было не принято. Были какие-то ограничения в семье. Может быть, были какие-то жесткие рамки воспитания. Возможно, были какие-то запреты. Может быть, какие-то не самые лучшие условия для жизни. И изначально человек, живя в детстве своем, просто поставил себе запрет, поставил себе крест на то, что он должен, может и будет осуществлять свои желания, когда он вырастет. И если поговорить о том, что с чего начать, нужно начать с головы. Я коуч прежде всего. И я не просто как кошка, как, например, опытный путешественник. Я сегодня вам буду даже говорить еще и какие-то психологические моменты. Ведь пока мы не подружимся со своей головой, нам ничего не поможет. Через силу, желание нашей мечты не осуществляться. Поэтому первая наша задача – подружиться с головой. Конечно, вы меня сейчас спросите, а как же это начать с головы, если в ней столько ограничений, столько убеждений, столько запретов, тараканов, как любят называть это мои клиенты, то я вам хочу сказать, конечно, может быть, в рамках нашей сегодняшней встречи, в рамках этого видеоурока, может быть, мне и не удастся раскрыть настолько всю тему, чтобы починить именно вашу голову. Но я сегодня дам вам осы, что нужно делать, какие первые шаги, какие первые моменты, элементы нужно применить, чтобы ваши мечты начинали сбываться. У меня для вас есть хорошая новость. На самом деле можно сбывать абсолютно любую мечту, абсолютно все, что вы придумаете. Любое-любое при любое вы сможете осуществить. И даже если вам сейчас покажется, что, ну, конечно, но я хочу вон то-то и то-то, а на это ж надо столько много денег, то на самом деле хочу сказать, что, почему я так говорю, что вы можете осуществить любую свою мечту. Ведь нам в голову приходят только те мысли, те мечты, те желания, которые мы реально можем осуществить. Ну, давайте буду приводить примеры, чтобы было понятно, чтобы это не было просто какая-то философская философия. Например, ну, скажем так, я хочу иметь свой собственный самолет, я примеряю на себя это желание, и я понимаю, что нет, это не мое желание, я не хочу себе собственный самолет, зачем он мне надо, что я буду с ним делать, куда я буду на нем летать. Даже начнем с того, что у нас в городе, в котором я на данный момент живу, даже толком аэропорт не такой уж большой, чтобы у меня был там свой собственный самолет. Поэтому, когда нам говорят, что желания какие-то нереальные, мы можем сбывать, это действительно так. Но в ваши головы может прийти только то, что вы правда можете осуществить. И, конечно же, есть такой момент, а с чего начать? Нужно, знаете, как там говорят, целься на звезды, до Луны достанешь. Так и здесь. Конечно, чтобы прокачать свои мечты, чтобы они реально стали сбываться, и самые очень-очень большие, нужно прокачать себя с самых азов. Ну, представим, как и красивую фигуру мы делаем, да? Если, например, какая-то толстушка-пампушка решит, что в один день она захочет быть фитоняшкой, такой стройняшкой, не знаю, мисс бикини, то, конечно, от одного ее желания, просто от того, что она себе это придумала, в своей голове нарисовала, ничего не изменится. Нужно будет кое-что поделать. Изменить режим питания, изменить режим отдыха и сна, возможно, ходить на какие-то фитнес-процедуры, может быть заниматься гимнастикой дыхательной и так далее, да? То есть нужно поменять все в своей жизни. Вот. И когда она уже начнет это применять, когда она начнет это делать, то реально через какое-то время мы будем уже наблюдать изменения, то есть день от дня, неделя от недели, месяц к месяцу и год за годом мы увидим, как этот меняется человек. И даже реально может время поменять с пять, да? То есть в 20 она могла быть какой-то толстушкой, какой-то, ну, вот так вот ей, как говорится, может, запустила себя или здоровье не позволило быть, например, стройной и красивой. Но к 30 годам она будет выглядеть лучше любой молодой красотки. И время просто уже будет играть ей, как говорится, наоборот, на руку. Точно так же с мечтой, с нашими желаниями, которые мы будем осуществлять. За один день что-то не происходит, да? Иногда для того, чтобы какая-то мечта сбылась, ей нужен срок. Знаете, как там говорят, созревание, как вино зреет. Поэтому любую мечту для того, чтобы она осуществилась, мы понимаем, что для её осуществления нужен, чтобы прошёл какой-то период времени, срок. Но иногда бывает и такое, что если это что-то маленькое, то оно, конечно, может сбыться вот так, хоп, и по щелчку, по мгновению, как там говорят, взмахнул волшебной палочкой, и всё чудо случилось. Но на самом деле всё равно, если вы думаете, что иногда чудо случается, вот просто, ой, я подумала, а всё уже произошло, на самом деле просто стоит вспомнить, вы уже, скорее всего, в свою голову уже ещё раньше когда-то посадили эти зёрна, вы когда-то раньше посадили эту мечту. И если вернёмся к теме, что как же это всё поэтапно делать, чтобы это всё дело наше сбывалось, то мы начинаем с маленьких мечт. Мы берём какую-то идею, и, конечно, не сразу там мечтаем полететь на Луну, да, а берём что-то попроще, то, что мы реально можем осуществить. И когда оно сбывается, мы фиксируем себя. Мы не просто, ну, типа, ну да, это так нормально, ну подумаешь там. Так это ж нормально, что вот я сейчас сижу там на океане, это ж вообще фигня такая. То есть, знаете, как сейчас это можно уже обесценить. Сегодня я здесь нахожусь уже десятый день, и можно сказать, а, я уже привыкла, эти виды я уже вижу тут каждый день. Но на самом деле я мечтала об этой встрече, я мечтала об этом уже очень давно. И вот на сегодняшний день моя осуществилась мечта. Но я к ней шла долго. И сбылась она лишь только тогда, когда я позволила ей сбыться. До этого были моря, разные страны другие. И почему-то я себе в своей голове, ну, не разрешала ей сбываться. Потому что мне казалось, что, наверное, это какое-то очень дорогое удовольствие. Это где-то очень далеко, и далеко оттуда надо лететь. А еще, знаете, как говорят люди, которые любят купаться, плавать, загорать, что океан — это всегда волны. Вы видите, насколько они шикарные, буршующие. Получается, что кто-то в мою голову вкладывал какие-то ограничения. То есть кто-то, и я, конечно же, сама. Но когда я проделала целый ряд каких-то вот действий до этого, сбылась и эта мечта. Поэтому наш мозг, он так устроен для того, чтобы что-то в нашей жизни очередное сбывалось. Мы должны не просто так, знаете, как говорится, мимолетом не придавать значения, что это сбылось, ну и фу, подумаешь, так каждый день происходит. Мы должны это зафиксировать. Мы должны это прожить. Мы должны это принять. Мы должны в это поверить. Порадоваться этому, в конце концов. И тогда мы переходим уже на следующий уровень. Знаете, это как в игре. У нас есть уровни. Чтобы дойти до босса, мы должны пройти каких-то много-много разных уровней. Может быть, если это там игра какая-то более сложная, вы там сто раз лбом там должны что-то там расшибить стены или еще что-то. То есть на самом деле, вот эти вот, когда вы проходите этапы, их главное фиксировать. Класс, я уже этого достиг. Я уже это сделал. У меня получилось. У меня вот это сбылось. И так далее. Вы начинаете переходить на другой уровень. То есть самый важный секрет в том, что чтобы мечта сбывалась, вы должны к ней идти поэтапно, пошагово, принимать, проживать это все, прочувствовать, не делать вид, что ничего не произошло, как, например, как сейчас по моим ногам, прям океан так вот прошелся. И тогда таким образом вы всем телом, обратите внимание, я сейчас буду говорить не только и про голову, но еще и про тело, вы готовы к принятию следующих желаний. Вот таким вот образом, поэтапным, вы переходите на следующий уровень, на следующий. Но самое важное еще правило, для того, чтобы переходить на новые уровни, вы должны закрепиться на этом уровне. То есть для вас это должно стать нормой. Как я сейчас и говорю, что на 10-й день для меня это стало нормой. Вот эта картинка, эти шикарные виды, эти пальмы, этот песок, это даже отсутствие людей. То есть мы сейчас, чтобы вы понимали, находимся на пляже, на котором нет ни единой души. И я себя здесь так хорошо чувствовала, хотя я представляла, как это будет. Какая-то встреча. Я даже когда-то, когда думала о мечте побывать на каком-то необитаемом острове, мне было интересно, а как я буду там себя чувствовать? Насколько мне будет хорошо, а может мне будет страшно. То есть я представляла. И сегодня я записываю для вас этот урок. Сижу здесь, здесь никого нету. Все для меня, для моего шикарного любимого мужа, который записывает нам это видео. И для вас, чтобы я передала вам этот опыт. И мне так круто. И сегодня я это уже воспринимаю абсолютно нормально. То есть эта картинка стала уже моей нормой. То есть я это приняла, приняла телом. Но на самом деле, когда мы сюда приехали, в первый день, честно вам сказать, я плакала. Хотя я не отношу себя к каким-то сопливым, сентиментальным людям. Меня очень сложно довести до слез, и что-то просто так вот, знаете, на ровном месте заставить меня плакать. Но когда я увидела эти волны, когда я увидела эти все красоты, я реально плакала. Плакала от того, что это происходит в моей жизни, это моя реальность, это моя мечта, это картинка, о которой даже я не мечтала. Поэтому даже если моё тело захотело поплакать, важно дать ему это сделать. Потому что я через тело это пропустила. Ведь очень важно проживать эмоции, пропускать их через себя. Поэтому запомните, чтобы ваши мечты сбывались, вы должны не просто на уровне головы это придумать, вы должны эту мечту, скажем так, подружить ещё и со своим телом. Вы должны примерить, и для вас это уже должно стать нормой. Сейчас вам расскажу очень такой интересный пример. Как понять, что ваше желание настолько адекватное, настолько соответствует вашей жизни, вашей норме. Я вам вот этот сейчас пример приведу, и он вам станет очень понятный. Смотрите, нужно довести своё состояние головы и тело до такого уровня, чтобы у вас это не вызывало ни страха, ни отторжения, ни какого-то фейерверка, каких-то всплеска эмоций. То есть должно плюс-минус быть такое ровное состояние. Вот, например, когда вы идёте в магазин за хлебом, вы же идёте с нормального, обычного состояния. Ну, к примеру, я сейчас пойду в магазин, куплю продуктов, куплю хлеба, ну, приду, поем. То есть всё нормально, да? То есть вы же не делаете состояние, сейчас я пойду схожу в магазин за хлебушком, вау, я сейчас иду за хлебом, как это круто, у меня сейчас будет хлеб. Правильно? То есть это ваша норма, это то, что вы можете позволить себе делать каждый день. Точно так же и с желаниями. Если для вас оно внутри вашего тела, внутри вашего состояния, оно становится нормальным, реальным, не каким-то там фантастическим, феерическим, оно сбывается в два счёта. Вот поверьте, как только вы себя доведёте до уровня, так это нормально полететь на океан, это нормально себе купить там дорогое платье, это нормально иметь то-то, то-то, это нормально отправить своего ребёнка там за границу учиться. То есть тогда вы, когда только принимаете, все, как говорится, факторы, которые влияют на сбывание этой мечты, они начинают сами подстраиваться. Вам вдруг каким-то чудодейственным образом приходит сумма денег, вам увеличивают зарплату, вплоть до того, что вы можете выиграть лотерею, вплоть до того, что вы можете выиграть путешествие на море. У меня лично в жизни однажды такое было. Я реально выигрывала путешествие, хотя, знаете, как там люди говорят, я не фортовая, никогда ничего не выигрываю, но у меня был так интересный момент в жизни, когда я однажды решила, что я хочу поехать в путешествие одна, хочу попробовать, как это будет. Хочу прочувствовать эти эмоции, как я буду там себя вести, что я буду делать, когда я буду без мужа, без дочки, что мне было интересно узнать, как же я буду вести сама себя с собой в дальней какой-то поездке. И что вы думаете? Так сложилось, что в тот период мы покупали путешествие на море, и наш туроператор в этот момент проводил розыгрыш подарков туристических. И не поверите, я выиграла главный приз, путевку на лайнере. И я была, если честно, в шоке, то есть как такое может быть, и там реально поездка на одного человека. Я решила, что это знак, что это реально для меня, что мне вот прям сам Бог послал вот это желание, но на самом деле оно в итоге так и не осуществилось, потому что наступил коронавирус, а моя голова все-таки дала себе опять стоп. Типа, нафига мне это надо? Я не хочу это пробовать. Мне комфортно со своим любимым мужем. Я прекрасно себя чувствую. Зачем мне эти эксперименты? Кому я что-то буду доказывать? Вот, поэтому, скажем так, к этому разговору я хочу вам сказать и следующее. Есть такая фраза, все будет не тогда, когда мы решим, а тогда, когда мы решимся. То есть когда мы принимаем решение, тогда вот так вот все сбывается, просто в два счета. А сейчас я вам хочу рассказать мою авторскую технологию. Когда-то я сама это придумала, прочувствовала, прожила, отрепетировала на себе, потом стала рекомендовать своим друзьям, своим клиентам. И у меня родилась отшлифованная уже временем и годами схема, как осуществлять мечты. Что же нужно делать? Мы многие думаем, чтобы мечта сбылась. Есть такое понятие, как хочу. Я хочу себе новую сумку. Я хочу себе новые туфли. Я хочу, чтобы океан омывал мои ноги. Много всего хочу, 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 хочу. Но на самом деле, как понять, ваше ли это желание? Насколько оно реалистично именно для вас? Может быть, оно навязано кем-то? Может, оно там, не знаю, социум навязано, что это сейчас так модно? Или, допустим, ваши близкие, может быть, подруга себе что-то купила, и вам такого захотелось, да? Как проверить, как понять, насколько это истина, ваше желание? Потому что желание, опять-таки, обратите внимание, в позитивном ключе сбываются только те, которые вы сами придумали. Не которые вам там навязали, а только те, которые по-настоящему ваши. Так вот, как же это проверить? Многие не любят это слово, но оно настолько крутое. Это слово «надо». И знаете, когда многие люди слышат это слово «надо», то это возникает какая-то как агрессия, как отторжение, что «надо» — это какая-то обязаловка, это кто-то такое вот что-то сказал. Но на самом деле, я вам хочу сказать, что слово «надо» в данном случае, вот то, что я вам и говорю, что является моей авторской разработкой, авторской моей технологией, это наш фильтр с вами. Сейчас я вам расскажу, вот в чем разница желания между «хочу» и между «надо». Знаете, как там говорят, что такое хорошо, что такое плохо, так и здесь, что такое «хочу» и что такое «надо». Давайте разберем, в чем разница. Вроде бы, на первый взгляд, «хочу» — это как-то очень приятно, это про желания, про мечты, это так все воздушно, это так все красочно, а слово «надо» — это какая-то прям агрессия, это что-то обязаловка, это кто-то что-то навязывает, это что-то прям такое навязанное. Но на самом деле, если вы научитесь, вот я вам даже даю уже домашнее задание, отрепетировать и пропускать все свои желания через этот фильтр, то вы поймете, что как раз-таки слово «надо», вот этот фильтр «надо» и будет вашим таким фактором, который будет понимать, ваше это желание, либо не ваше, навязанное или нет. Сейчас вы его хотите осуществить, либо позже. Что же нужно делать? Вот, например, можно подумать, что я хочу себе новую сумочку, да, ну, то есть мы все девочки, хочу новую сумочку, хочу новое платьишко, хочу на море, хочу какой-то курс пройти, хочу чему-то научиться, ну, и типа того, да. Ну, знаете, как там говорят, ну, хочу и хочу. А когда вы начинаете примерять через фильтр «надо», то вам сразу все становится понятно, ваше ли это желание. Вот давайте примерим. Ну, допустим, я про себя буду говорить. Надо мне новая сумочка сейчас? Я так примеряю. Ну, нет. Вот реально нет, мне не надо новая сумочка. Надо ли мне новое платье? Ну, в принципе, нет. У меня нормально сейчас вещей в гардеробе достаточно хватает. Надо ли мне какой-то курс пройти? И у меня так сразу, опа, в душе так зашевелилось. Да, есть на самом деле один курс, есть еще один навык, которому я бы хотела научиться. И я прямо сейчас, задавши себе этот вопрос, сразу поняла, насколько я хочу это осуществить. И тут дело не про то, что я сейчас выбираю, куда мне распределить деньги, либо время, что мне лучше там деньги потратить на сумочку, либо на курс. Сразу в теле начинает йокать, сразу в теле начинает, да, мне это надо. Вот. Но пока что я сижу и такая вот играючи с вами, говорю, ну да, мне надо вроде бы курс пройти, ну как бы так, надо и не надо. и начинаются такие сомнения, колебания, то это не надо. То мне сейчас этот курс не надо. Либо, в принципе, я сама себе в голове надумала, что я его хочу, потому что мне эта тема нравится, да, вот это то, что я хотела бы изучить. Либо это не сейчас, либо я еще не готова. А вот если бы мне реально надо было, я бы не сидела здесь на газоногу, на этом камне, я бы уже подскочила, прыгнула по эти волны и сказала, все, мне это надо. Вот прям просто остановитесь, волны, пусть бушует этот океан, меня уже не остановить, мне надо это. Вот, то есть попробуйте вот сейчас через вот эту шальную энергетику этих волн понять, вот пускай эти волны вам будут таким образцом, примером, что когда внутри вас, в вашем теле бушует вот это надо, страсть, такое желание, такое жгучее, ничем не остановимое, то есть вот как волна, это ее уже не остановить, вот тогда это действительно ваше желание. И как я уже вам раньше говорила, и бывает такое, что даже для его осуществления, чтобы это все сбылось, даже практически может быть иногда и делать ничего не надо, потому что начнут складываться каким-то чудесным образом файлы, придет нужный человек, поступит предложение, придут деньги, все что угодно может происходить, главное, что вы уже к этому готовы, все, вам уже это надо. Поэтому запомните, любое желание, пропуская через этот фильтр, вы понимаете, оно не оно, либо даже, смотрите, тоже очень важно, сейчас, либо не сейчас, потому что каждому желанию нужно еще какое-то время на его осуществление, а даже не потому, что, ну, при, ой, надо денег подсобирать, там, да, или, ну, ладно, надо там, вот дети вырастут, например, вот тогда мы начнем там путешествовать, или вот тогда мы по ресторанам начнем ходить, потому что сейчас там, например, все деньги уходят на ребенка, я не могу себе то-то и то-то позволить, нет, я не сейчас не про это говорю, поэтому обратите внимание, не путайте с этим, а я имею в виду про то, что время еще не пришло с точки зрения вашей внутренней готовности это принять, то есть вы где-то еще, может быть, не доросли психологически, вы еще, возможно, не проработали какие-то страхи свои, ограничения и так далее, например, многие люди хотят, мечтают путешествовать, да, но они боятся летать, например, или боятся воды, и боятся там плыть на каких-то лайнерах, да, ну, сложно, конечно же, такое желание осуществить, поэтому, конечно, они будут его сбывать очень-очень долго, вот, и хорошая новость в том, что даже если у вас есть какой-то страх на пути к своему желанию, на пути к своей мечте, вы можете его проработать, либо с психологами, либо с коучами, либо почитать какую-то литературу, в которой вы можете понять, как это избавиться от этого страха, потому что многие вещи, я вам как коуч скажу, решаются вот так вот в два счета, у меня даже очень много людей, например, боялись собак, боялись водить машину, да, боялись летать на самолете, и я помогла, вот просто вот эти барьеры убрать в голове, поэтому, например, можно, допустим, хотеть машину, да, но внутри, почему, что, почему машина не приходит в вашу жизнь, потому что внутри вас, например, может быть страх, что, а я боюсь либо ездить на машине, да, ну, в смысле, как водитель управлять этой машиной, либо, в принципе, я даже боюсь сидеть сбоку, будучи каким-то пассажиром, то есть, вроде бы, с одной стороны, и хочется машина, а с другой стороны, вроде бы, и страшно, поэтому я предлагаю, как я и говорила раньше, что любую свою мечту начинать с головы, то есть, если вы где-то в голове услышали за такие звоночки, что, ага, какие-то полезли тараканы, начинайте именно с них, то есть, например, если вы услышали звонок, что, хочу машину, но боюсь, идите к психологу, идите к коучу, решайте этот вопрос, а не то, что, ну, ладно, пока наберу, насобираю денег, там, а может, кредит, может, мне в банке дадут, не дадут, либо там еще муж подарит машину, само рассосется, то нифига не рассосется, как только вы порешаете вопрос головой, то потом чудодейственным образом начнутся складываться все факторы, и вам, может быть, завтра подарят эту машину, и все может сбыться вот просто, вот прям как по велению волшебной палочки. А сейчас хочу рассказать очень один интересный момент, который на первый взгляд не является очевидным, это благодарность. Я бы даже сказала, сейчас мы с вами поговорим про великую силу благодарности, потому что многие люди не придают этому значения, но именно благодарность творит чудеса, и когда вы тоже опять-таки поймете это, проживете это, порепетируете, да, как я говорила, начнете применять на практике, вы заметите, насколько круто и насколько быстро будут осуществляться ваши желания. Что же такое благодарность? Когда вам человек, либо какие-то обстоятельства делает какое-то хорошее, доброе дело, всегда нужно благодарить. Каким образом вы будете это делать, не имеет значения. Это может быть просто обычная элементарность спасибо. Здесь не про то, что нельзя говорить спасибо, либо говорить только благодарю. Нет, я не про это. Как вам будете уже произносить это русским языком, значения вообще не имеет. Смысл, который я хочу донести, это искренняя благодарность, когда вы что-то принимаете. Почему я обращаю на это внимание? Потому что очень многие люди считают себя недостойными что-то иметь. Типа, допустим, угощают, например, подружка, одна-вторую в кафе, допустим. Типа, я за тебя заплачу, но не, что ты, ха-ха-ха, там начинают кокетничать, и все в таком прочем духе. Это про что? Это про то, что она не готова принимать. То есть она не готова, чтобы ее подруга позвала в кафе, либо молодой человек позвал в кафе, и заплатил. И поэтому вот из-за этого состояния непринятия происходит то, что там сверху видят. Блин, слушай, она еще и кафе даже не может принять. Какое ей там машины, путешествия, одежда, все дела, она даже это не умеет принимать. Вот, поэтому прежде мы начинаем принимать и потом благодарить. Хочет подруга оплатить ваш счет? Класс, спасибо, благодарю, я буду очень рада, мне это очень приятно. То есть выразите свои эмоции даже в адрес этой подруги и пропустите их через себя, пропустите их через свое тело, чтобы, блин, приятно, да, вот классная у меня подруга, она захотела за меня заплатить за чай, кофе. Знаете, как я люблю шутить? Значит, не такой уж плохой ей человек, да, раз за меня захотели заплатить. Вот, поэтому принимайте и благодарите, принимайте и благодарите любые даже какие-то мелочи. Например, идете вы с магазина, несете тяжелые сумки, идет рядышком ваш сосед и говорит, слушай, давай я сумку поднесу. Это про что, кажется, как это имеет значение к каким-то там большим мечтам, да? На самом деле вот с этих моментов и начинается прокачка в том, что вы принимаете те подарки судьбы, которые к вам идут. То есть, грубо говоря, вам не надо порвать свои кишки, тянуть эти сумки, вы отдаете их благополучно соседу и принимаете с благодарностью и радуетесь. Боже мой, какой мне хороший сосед попался, это ж надо. Судьба послала такого классного чувака, он взял мои сумки и несет. И вы, конечно, в этот момент его благодарите. Ой, спасибо тебе большое или вам большое. То есть, тут не имеет значения слова, тут имеет значение смысл, который вы вкладываете. А если вы, нет, я сама, мне не надо, я дальше это все делаю по волоку, там сверху думают, ну и волоки-то дальше, да. Она не умеет расслабляться, она не умеет принимать даже какие-то элементарные вещи. Вот. Поэтому всегда важно уметь принимать и благодарить, даже начиная с моментов маленьких. У меня был такой пример, клиентский случай, когда мне клиентка говорила, что она даже не может принять конфетку на обеде, которые приносят ей, угощает коллега. То есть, представляете, насколько уровень человека, она даже конфету элементарную не может принять. Про что это говорит? Когда она поедет на море, неизвестно науке. Поэтому вот эти вот навыки, про которые я говорю, как сбывать мечты, нужно и прокачивать. То есть сначала конфетка, поднесли сумку, купили что-то, порадовались, не знаю, пригласили вас в театр, сходили, сами купили. Не важно, каким образом это пришло в вашу жизнь, но вы прокачиваетесь, вы принимаете это, вы считаете себя достойным это иметь, этим обладать, прожить этот момент, например, может быть, какую-то услугу получить, может быть, вам кто-то захотел сделать массаж, или там, не знаю, пригласить вас в какое-то кино, то есть это не обязательно там должно быть в физическом мире, что вот мне подарили вазу, я могу поставить, вот тогда это мечта, да, то есть мечты, они могут быть даже какими-то, ну, я бы сказала, неощутимыми на ощупь, то есть это не всегда про предметы, про вещи, мечты, это даже про какие-то ощущения. И вот когда вы научитесь их еще и проживать на уровне фантазии, к примеру, что я не просто хочу на море, да, как вот еще практика такая, как можно быстро приближать свои мечты, вы можете, например, прочувствовать, а что вы от этого хотите, да, вот, например, эта поездка на океан, я просто представляла, как мы приедем сюда, как я буду записывать этот мастер-класс, как мы будем записывать курс, у нас прямо сейчас записан курс по мобильной видеосъемке, который тоже выйдет в рамках нашей онлайн-школы, да, я представляла, как мои ученики будут наслаждаться этими видами, как все будет прекрасно, то есть я именно проживала через тело, что я буду здесь ощущать. Понятно, не всегда мы можем прожить, потому что мы от чего-то можем не знать, и что-то, ну, скажем, в прямом смысле слова мы даже и не можем себе это представить, да, но пускай вот как раз-таки в таких случаях все сбывается даже лучше, чем вы мечтали, лучше, чем вы могли себе это представить. Почему многие вообще не благодарят? Потому что могут подумать, что я тогда буду что-то должен, я должен тогда отработать или от меня что-то хотят, сделаю вид, что это не для меня, ну, не так уж и важно было, ну, подумаешь, океан по ногам проехался, ну, подумаешь, муж там сумочку подарил, это ж нормально, потому что, если я сейчас скажу, дорогой, я такая счастливая, ты мне подарил эту сумочку, я такая счастливая, муж такой, так, так, значит, ты мне должна вот это и вот это. На самом деле, это не так, это про ваш как раз-таки загон в голове, если вы так думаете, что вы взамен на осуществившееся ваше желание что-то будете должны. На самом деле, в жизни ничего не бывает просто так, как там говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но, знаете, одно правило, не всегда должно быть именно так работать, как ты мне, я тебе, ты мне сделай это, я тебе дам то, ты туда сходи, я тебе в ответ заплачу деньги. То есть, не всегда работает ты мне, я тебе. Например, вы можете спасти бездомного какого-то животного, собачку, котика, не знаю, там взять его, приголубить, дать ему, например, накормить его, либо, допустим, вообще взять домой к себе жить. А сверху вселенная, та, которая вас мониторит и ведет, мы же все, как там говорят, кто-то считает, под богом ходит, кто-то всевышний, вселенная, как угодно это, называйте, значения не имеет. Нас там сверху мониторит, я считаю так. Она думает, ага, не такой уж он и плохой человек, хорошие дела делает. помнится мне, она хотела новую сумочку, а не пора ли мне ее осуществить. И тут бац, приходит муж с работы и говорит, дорогая, мне дали премию, я знаю, что ты хотела давно сумку, и мы сегодня едем ее покупать. И на самом деле, вроде бы, где связь? Вы помогли собачке, а вам дали сумочку. Но это работает именно таким образом. А сейчас давайте поговорим на тему, стоит ли записывать ваши мечты в так называемый список желаний. Либо кто-то еще рекомендует составлять калаш мечты, доску визуализации. Каждый специалист рекомендует свою какую-то проверенную систему, схему, методику. Я же буду вам сегодня говорить те техники и фишки, которые работают у меня, которые прям реально годами проверены, отработаны на мне и, что самое важное, на моих клиентах. Поэтому, что бы я вам рекомендовала, если вы новичок, если вы только-только стартуете в теме прокачки своих желаний, то, конечно же, я вам рекомендую обязательно записывать свои желания. Для чего это нужно? Во-первых, вы не держите в голове, во-вторых, у вас не создается какого-то сумбура, типа, то ли то хочу, то ли это хочу, то ли надо, то ли не надо, вот эти сомнения могут какие-то подключаться. То есть, вы уже примерно определились, что хочу, например, новое платье, хочу отдохнуть в той-то стране или в принципе хочу слетать на море, допустим, хочу там то-то, то-то и вон то-то, то-то. То есть, вы таким образом их фиксируете на бумаге. Я единственное, что бы вам здесь порекомендовала, и даже с таким жирным восклицательным знаком, когда вы пишете вот эти свои желания на бумагу, не ограничивайте вселенную в сроках, потому что, если вам кажется, знаете, как я еще раз повторюсь, многие специалисты могут навязать вам такую схему, что типа, так, я хочу полететь на море 5 июня вот такого-то года, или я купила себе новое платье, тогда-то, тогда-то, то на самом деле вы ограничиваете вселенную, и вы, знаете, как-то впадаете в детскую позицию, типа, я хочу так, и по-другому никак. На самом деле там сверху лучше знают, когда нам осуществить какое желание, поэтому ваша задача в принципе выгрузить из себя все, что вы хотите, все, что вам как кошка учит уже надо, и таким образом, не ограничивая в сроках, вы просто надеетесь, посылаете мысли в космос, что ваше желание даже сбудется еще в кратчайшие сроки, чем вы могли себе это представить, и что самое важное, оно даже может сбыться даже самым наилучшим образом. Конечно, если вы уверены в том, что вам нужно вот именно вот эта машина такой-то марки, с таким-то объемом двигателя, с такими-то критериями, показателями такого года выпуска, и вы это знаете, вот это уже действительно похоже на то самое настоящее ваше желание, и тогда вы его пропускаете через себя, понимаете, что оно надо, и вы записываете хочу такую-то машину, такие-то показатели, то-то, то-то, такой цвет, но если вы в принципе хотите себе новую машину, то позвольте вселенной не, как это сказать, не какую-то конкретную вам там дать, а допустим, вот даже на моем примере, я буду рада иметь либо крутой джип, либо классную легковую спортивную машину, я бы даже хотела назвать ее тачкой, потому что мне очень нравится и те машины, и те, и даже если можно подумать, нет, так ты сначала определись, какая тебе надо, ну, а я девочка, пока что не знаю, например, я отправляю вселенной запрос, что я буду благодарна и той, и той, там вселенная разберется, какая мне лучше подойдет машина в данный период моей жизни, и когда, в какие сроки, вот, поэтому вот таким интересным образом вы выписываете все свои желания, либо четко понимая, что вам надо, либо с выбором, что я хочу себе новые брюки, но вы не пишете, что они должны быть 42 размера, серого цвета, и там, не знаю, с перламутровыми пуговицами, какие вам крутые штаны даст вселенная, вы даже представить, может быть, себе еще и не представили, моя самая главная основная концепция, главный смысл, который я хочу до вас донести, это помнить о том, что желания должны сбываться легко, если что-то идет сложно, если что-то идет через силу, не по плану, что-то не получается, что-то не ладится, возможно, вам вселенная дает подсказку, что, слушай, ты не в ту дверь ломишься, иди вон туда, вот вход там, потому что, знаете, как многие тренеры, эксперты, специалисты могут сказать, нет, ты должен быть настойчивым, давай, добивайся, проходи там, терпи, и так далее, то я хочу вас призвать к тому, что все должно быть легко, конечно, вы должны быть к этому готовы, то есть вы должны уметь это принимать, я даже, вот если кто-то из вас подписан на меня в инстаграме, очень часто проговариваю, даже вслух, и даже публикую это в своем инстаграме, когда что-то у меня сбывается, я говорю, мои желания сбываются легко, то есть я каждый раз отправляю такой посыл в космос, вселенный, что да, мои желания сбываются легко, и причем тут главное не путать, знаете, как вот это самовнушение, автотренинг, я молодая, красивая, я стройная и худая, это должно быть, действительно, вы должны это чувствовать, но таким образом, когда вы будете каждый раз это проговаривать, вы будете действительно для себя фиксировать, что мои желания сбываются легко, или вот даже в данный момент времени мы записываем это видео, и на данной площадке, и как раньше вы видели меня на пляже, вообще никого нету, и точно так же, вы наверное заметили, что в своем инстаграме я очень часто тоже показываю, смотрите, мы пришли в ресторан, а здесь никого нету, здесь все как мы любим, здесь все для нас, я каждый раз таким образом отправляю вселенный посыл, что да, мне нравится, когда вот вся, прям не знаю, вселенная для меня, все для меня, я очень люблю людей, я очень люблю быть в обществе, я люблю общаться, я люблю компании, я люблю шумные компании, но очень часто мне нужно для того, чтобы я была в ресурсе побыть самой собой, причем не как всех одиночка в одиночестве, да, я люблю побыть наедине не только с собой, а в компании со своим любимым мужем, со своим любимым лапином, и поэтому для нас вселенная, всевышний, как хотите это называйте, создает такие всегда романтические условия, чтобы мы действительно могли отстраниться, уединиться от каких-то внешних факторов, от большого количества людей, и побыть вдвоем, поэтому каждый раз, когда я это транслирую, каждый раз, когда я это проговариваю, я вселенной говорю, да-да, мне нравится, и дальше мне пошли, мне такой отель, в котором будет мало людей, дай мне такой пляж, на котором тоже людей не будет, если я, например, приду там в ресторан, и будет все абсолютно для нас в самом крутом ресторане, в каком-то центре города, куда бы мы ни приехали, поначалу меня это удивляло, и нас это даже удивляло, мы как-то хихикали, как-то вроде неловко, как-то ха-ха, ну как будто так случилось, но сейчас это стало нашей нормой жизни, то есть то, про что я вам раньше и говорила, поэтому доводите свои желания до такого состояния, когда вы не просто как-то это, ну случилось и случилось, сбылось и сбылось, а вы фиксируйте, даже проговаривая вслух, публикуйте это в своих соцсетях, но смотрите, здесь не надо путать, не из позиции понта, видали, здесь все для нас, мы приехали, и тут все лакшери, это другая позиция, согласитесь, я сейчас специально таким тоном сказала, да, а я говорю, что класс, кайф, здесь все для нас, чувствуете, какой смысл, то есть в теле я испытываю не то, что да, мы випы, мы приехали, мы блатышки, крутышки, весь отель для нас, тут весь персонал бегает, нас обслуживает, а я из позиции радости, из позиции какого-то восторга, благодарности, говорю, это все для нас, все, все для нас, понимаете, вот поэтому, это очень важно не путать, потому что, если вы будете понтоваться, если вы будете пальцы загинать, то тогда вам быстро могут обломать рога, а если вы будете это делать с благодарностью, с принятием, и с посылом, что я и в будущем, чтобы так было хочу, тогда все будет сбываться, еще хочу рассказать один важный момент, он же полезный лайфхак, когда ваше желание существилось, то я вам рекомендую это дело как-то отметить, понятно, что если это желание, ну на уровне, вы хотели проснуться, выпить чашечку капучино, и конечно же, если вы выпили чашечку капучино, и побежали в ресторан вечером отмечать, что вам вселенная послала утром чашечку капучино, то конечно это будет, ну наверное, не совсем адекватно, я сейчас имею ввиду о желаниях таких, ну пускай это так, чтобы было понятно для большой массы людей, я назову это такое, какое-то крупное желание, весомое желание, может какая-то мечта-мечта, что-то такое емкое, что-то такое важное, может вы хотели побывать в каком-то спа, может вы хотели попробовать какую-то процедуру, может быть какой-то новый массаж на себе опробовать, вы приходите, вам специалист делает этот шикарный массаж, вы прям всем телом представляете, да, вот оно, мое желание сбылось, и таким образом, вы пропуская через тело, понимаете, что да, я этого хотела, и можно вечером прийти домой, и допустим, отметить это, ну не знаю, там той же чашечкой капучино, то есть зафиксировать, что да, оно у меня сбылось, причем я сейчас говорю про капучино и отмечания, не обязательно все отмечать едой и питьем, да, особенно у русских людей принято, если что-то случилось, либо какое-то торжество, то все нужно отмечать через выпивон, через какие-то там бухашки, шумные компании и так далее, я же вас призываю отмечать, не обязательно через еду, либо через питье, вы можете себя как-то поощрять по-другому, вы можете, например, когда ваше сбылось желание, пойти себе, не знаю, купить новый крем, может быть, новые духи, в знак того, что, блин, я молодец, я так хотела, у меня это сбылось, я все для этого приложила, и вот сейчас я себя еще вот таким образом поощрю, то есть таким образом вселенная будет видеть, что вы все принимаете, и вы не просто так это, как говорится, пропускаете через себя, ну, сбылось и пофиг, там, так уже сто раз было, вы готовы принимать и следующие подарки, и поощрять себя, но это не с той позиции, что, знаете, я заслужила, я добилась, типа, вот прям, не знаю, молодец, много работала, заработала, а просто, вот, знаете, позвольте себе сбывать свои мечты, просто потому, что вы есть, просто потому, что вы родились на этот свет, потому, что вы, у вас есть, не знаю, вы живы, у вас хорошее здоровье, например, вы можете чувствовать, дышать, смотреть, просто подумайте, что сколько людей ограничено даже в таких моментах, поэтому не то, что я должна заслужить покупку себе, там, вон того-то, того-то, нет, вы просто должны наслаждаться жизнью, поймите, просто рано или поздно она заканчивается, именно в таком вот человеческом, скажем, воплощении, что с нами там происходит дальше, мы сегодня обсуждать не будем, но наша задача наслаждаться, быть счастливыми именно здесь, на этой земле, поэтому запомните, что пока вы живы, попробуйте все, что законное, все, что легальное, скажем так, максимально много, проживите различные эмоции, испытайте разные ощущения, побывайте в разных странах по возможности, запоминайте эмоции, конечно, если вашей ценностью будет являться, например, допустим, заработать на квартиру, на машину, оставить ее детям, внукам, да, это может быть в вашей голове, и ваше желание может осуществиться, вы действительно помрете, и ваша квартира по наследству останется внуком, но были ли вы счастливы в этот момент, и возможно вашим внукам эта квартира нафиг не надо, может ваш внук будет, не знаю, каким-то крутым олигархом, и ваша эта квартира будет просто как капля в море, но если вы будете осуществлять свои желания, не для кого-то, не для внука, брата, свата, вопреки чему-то, отказывая себе в чем-то, вы просто будете кайфовать, там, например, от какой-то процедуры, не знаю, пойти на какой-то аттракцион, прокатиться с горки, там, не знаю, там, прыгнуть откуда-то, там, с парашютом, то вы просто будете запоминать эмоции, вы таким образом живете, вы не просто какие-то вещи там накапливаете, а вы реально проживаете настоящую, полноценную, насыщенную жизнь. Солнце садится, наступает потихонечку закат, и таким образом мы с вами тоже будем завершивать, нашу сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, что вам было полезно, вы что-то для себя почерпнули и узнали, и мне было бы очень интересно и важно знать, что именно полезного вы узнали в этом мастер-классе, в этом видео уроке, в этой нашей встрече, называйте это как хотите. И сейчас понимайте, что я это прошу не для того, что ой, кошка напрашивается на отзыв, похвалите меня, какая я молодец, мне правда важно знать, что происходит с моими людьми после того, когда они послушали что-то, когда они приобрели мой курс, когда они прошли какой-то урок, мне правда это важно. Я сейчас не просто для того, чтобы похвалить, и какая я молодец, или смотрите, какая я умная, я делилась с вами своими впечатлениями, своими жизненными какими-то ситуациями, своими лайфхаками, своими наработками, для того, чтобы ваша жизнь стала лучше, для того, чтобы вы действительно стали сбывать свои мечты. Поэтому, если вы мне пришлете пару строк о том, что в вашей жизни поменялось, либо что вы планируете изменить после просмотра этого видео, я буду вам очень-очень благодарна. Для меня ваша обратная связь, это топливо для того, чтобы я и дальше делилась, для того, чтобы я и дальше упаковывала свои знания, свой опыт в курсы, в мастер-классы, в подкасты, и передавала его вам. И, конечно же, хочется на дорожку вам дать домашнее задание. И не из позиции, что кошка тут такая строгая училка, это прежде всего нужно вам. Поэтому, что я вам рекомендую сделать после просмотра этого видео, причем не откладывайте в долгий ящик. Как только закончили просмотр, максимально в кратчайшие сроки, берите лист, ручку, и начинайте писать. Напишите обновленную, настоящую версию своих желаний. И даже если вы находитесь на каком-то уже уровне прокачанном, то я все равно рекомендую это сделать, потому что вы таким образом сделаете ревизию своих желаний. Потому что иногда же бывает такое, что какое-то желание перестает быть актуальным, потому что поменялись условия, потому что что-то там в жизни произошло, а мы думаем, блин, так я же хотела вон то-то, то-то. Поэтому обязательно домашечка написать список желаний. И еще одно домашнее задание. Я бы вам порекомендовала какое-то время, какой-то срок пописать список благодарности. Помните, я говорила о том, что благодарность – это очень великая сила. И что нужно делать для того, чтобы тоже раскачегарить себя, прокачать вот эту энергию? Энергию. Каждый день, вечером, перед тем, как вы ляжете спать, вспоминайте, что с вами хорошего случилось за день. Всего лишь три пункта. И записывайте. Сегодня я благодарю за то, что светит солнце, за то, что я попила чашечку кофе вкусного, и за то, что коллега на работе, не знаю, помог мне сделать отчет. То есть это может быть что-то такое, вот прям даже не обязательно большое. Это не прям «О, я благодарю за то, что я полетела на Луну». Нет, благодарите даже за каких-то элементарные вещи, на которые бы вы раньше не обратили внимания. Также обязательно еще три пункта. Вы пишете три момента, которых как бы принято считать нехороших произошли в вашей жизни. Ну, например, к вам на встречу был записан там какой-то клиент, и он просто взял, не пришел. Конечно, в моменте вы злые, расстроенные. Но на самом деле вы же не знаете, для чего он не пришел. Возможно, он вам время это высвободил для чего-то важного. Поэтому вот эти три пункта плохих, скажем так, вещей, тоже нам очень нужны. Вы таким образом будете говорить с Вселенной, показывать, что я принимаю все то, что ты мне даешь, ты знаешь, что мне сейчас нужно, как мне нужно, зачем мне это нужно. Поэтому обязательно три хороших пункта, три плохих. Ну, и теперь самое важное, коль мы учимся прокачивать желания. Четыре пункта вы должны написать, что бы вы хотели, чтобы у вас было. Но пишите вы это в формате, как будто это уже сбылось. Благодарю за новое платье, благодарю за прекрасный массаж в крутом спа-салоне, благодарю за поездку на море, благодарю, что дочка принесла хорошую оценку со школы. То есть это могут быть, опять-таки, разноплановые желания, но вы их пишете, как будто оно уже сбылось, как будто бы вы благодарите. И тогда Вселенная, опять-таки, почему это важно, то, что еще не сбылось, написать в действующем состоянии. Вы таким образом раскочегариваете себя, и Вселенная уже не понимает, что для вас сбылось, что для вас не сбылось. Вы таким образом прокачиваете свой уровень нормы. И это реально приходит в вашу жизнь. Таким образом, вы записываете 10 пунктов, 3 хороших, 3 плохих, и 4 то, что вы хотите осуществить. Ну что, третье и последнее домашнее задание, и расходимся. Пожалуйста, подумайте, какое желание вы осуществите в ближайшее время. Возможно, вы что-то давно очень-очень сильно хотели. Возможно, вы что-то себе не разрешали. Возможно, у вас не было каких-то средств, времени, либо вы чего-то боялись, но очень хотели. Подумайте, что вы хотите осуществить такое в ближайшее время. А если вы еще и со мной потом поделитесь, то я искренне за вас порадуюсь. Поэтому третье домашнее задание осуществить что-то такое, что давно уже пора осуществить. Давайте договоримся с вами так. Если после просмотра этого видео, либо в процессе выполнения домашних заданий, вы каких-то обнаружите в голове у себя тараканов, вы почувствуете, что вам нужно придать ускорение. Возможно, вас нужно провести за ручку. А возможно, вам нужно помочь избавиться от каких-то страхов. То помните, что я всегда работаю как коуч, причем с любой точки мира. Я работаю в онлайне, если это необходимо. Либо же, если мы с вами находимся в одном городе, то это вообще будет прекрасно. Приходите ко мне на встречи. Я не кусаюсь. Моя задача помогать людям корректировать судьбы. Я хочу, чтобы в мире было как можно больше счастливых людей. И помните, что все в ваших руках.